СИРА В понедельник месяца Зулькаада, шестого года хиджры, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в сопровождении 1400 сподвижников направился из Медины в Мекку для совершения умры. СИРА Зульхуляйфа Место Мекат, откуда паломники, идущие из Медины, облачаются в Ихрам. Расположено на выходе из Медины в сторону Мекки. Ихрам. Особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж или умру. Мужчины облачаются двумя белыми покрывалами. Одно закрывает ноги от живота до колен, другое накидывают на грудь. Женщины могут использовать для Ихрама любую одежду. Зульхуляйфа Худайбия Посланник Аллаху После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, решил направить к урайшитам своего посланца, который подтвердил бы им, что мусульмане пришли не для того, чтобы сражаться, а лишь совершить умру. Донести послание пророка, мир ему и благословение Всевышнего, было поручено Усману ибн Афану, да будет доволен им Аллах. Кроме того, пророк велел ему призвать к урайшитов к исламу. Также Усману было поручено повстречаться в Мекке с верующими и порадовать их вестью о близкой победе. Когда Усман, да будет доволен им Аллах, выполнил то, что ему было поручено, к урайшиты предложили ему совершить обход Каабы. Однако он отверг это предложение, сказав, что отказывается совершать обход, пока это не сделает посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После этого к урайшиты на некоторое время задержали Усмана. Долгая задержка привела к тому, что среди мусульман разнесся слух об убийстве Усмана. Клятва Убийство посла равносильно объявлению войны. Когда эти слухи дошли и до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он призвал всех своих сподвижников дать ему клятву сражаться до конца. Пророк пожал свою собственную левую руку и сказал, это за Усмана. После того, как клятву дали все, явился и сам Усман, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, принимал эту клятву, сидя под деревом. Угодная Аллаху клятва, о которой Всевышний не спасал аят, где сказано, «Аллах остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом», получила название клятва Байгат-ар-Ридван. Соглашение о перемирии Курайшиты, понимавшие, что положение становится критическим, поспешили направить для заключения перемирия Сухайля бин Амра. После долгих переговоров в конечном итоге стороны договорились о том, что соглашение должно включать в себя следующие пункты. В этом году мусульмане возвращаются обратно и не входят в Мекку, а на следующий год мусульмане могут войти в Мекку и оставаться в городе в течение трех дней. Военные действия между сторонами прекращаются на 10 лет. Тот человек, кто сбежит из Мекки к мусульманам, будет возвращен обратно. А того, кто покинет мусульман и придет к Курайшитам, возвращать не будут. Выдача Абу Джандаля Пока это соглашение записывали, неожиданно появился закованный в кандалы Абу Джандаль ибн Сухейль, да будет доволен им Аллах, который присоединился к мусульманам. Сухейль потребовал вернуть ему сына. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, попытался его переубедить, но тот отказался слушать и силой увел Абу Джандаля. На что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Джандалю. Терпи и надейся на награду Аллаха, и Аллах приведет тебя и тех слабых, которые находятся вместе с тобой, к облегчению и укажет вам выход. Итоги перемирия После заключения соглашения о перемирии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, объявил мусульманам о возвращении в Медин, но перед отъездом повелел заколоть жертвенный скот. Вначале сподвижники не решились этого сделать, поскольку пребывали в сомнении, надеясь на то, что пункты соглашения будут изменены в пользу мусульман. Лишь после того, как пророку, да благословит его Аллах и приветствует, обрели голову, и он заколол жертвенное животное, мусульмане принялись делать то же самое. Заключение с многобожниками договора при Худайбии, который изначально показался ущербным для мусульман, познанник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, назвал победой. После был ниспослан аят, в котором говорилось «Поистине, мы даровали тебе явную победу». Соглашение означало признание многобожниками силы мусульман, обеспечение мусульманам полной свободы в исповедовании своей религии, ее распространении. Кроме того, повысился авторитет самих жителей Медины, а многие представители других племен и отдельные люди стали принимать ислам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...